Я просмотрела статистику. За несколько лет, несмотря на то, что в Украине беспрецедентно жаркое лето, в принципе, с конца мая, июнь, июль и до середины августа количество инсультов и инфарктов в Киеве и в Украине снижается. Связано это с тем, что вообще, в принципе, за несколько лет, то есть статистика, которую дается в Киеве даже с 2008, 2009 и 2007 года, прослеживается тенденция, что увеличение заболеваемости инсультом это май и начало октября месяца. А вот снижение и постепенное наращивание самого заболевания и его проявления где-то вот с конца августа, начало сентября увеличивается заболеваемость. Чем это связано? Связано это с тем, что, в принципе, в жаркое время года, учитывая то, что сосуды расширяются и, в принципе, высокий уровень артериального давления, которые, в принципе, являются основным фактором риска провокации развития инсультов и инфарктов, оно в среднем снижается у пациентов. Однако, это не есть повод расслабляться. Почему? Потому что пациенты, которые регулярно меряют давление, замечая тенденцию к снижению давления, начинают отменять себе лекарства. Этого делать категорически нельзя, потому что у тех, у кого артериальная гипертензия, они должны пожизненно, очень аккуратно, очень, я бы сказала, точно относиться к назначениям врача. И те лекарства, которые прописаны, они являются залогом их благополучия и являются главной профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний, а в частности их осложнений, инсультов и инфарктов. Потому что перепады давления, они гораздо более значимы, они гораздо более опасны, чем просто высокая давление. В общем, может снижаться давление даже у гипертоников. В связи с тем, что усиливается испарение воды с поверхности кожи в жаркую погоду, влага, количество, общее количество жидкости, особенно у пациентов, у которых есть появление сердечной недостаточности, оно может снижаться. Это тоже является фактором, который снижает артериальное давление. Что хотелось бы, в общем-то, еще обратить внимание. Часто пренебрегают пациенты, которые уже перенесли сосудистую катастрофу, ту или иную, или инфаркт, или инсульт, они пренебрегают назначением врача в плане профилактики осложнений повторных развития повторных сосудистых катастроф. То есть пренебрегают применением аспирина или применением ацетилсалициловой кислоты или других антитромбоцитарных средств, которые им прописаны. Эти средства нужно принимать точно так же, очень аккуратно и постоянно. Потому что если это средство не будет приниматься, кровь становится густой, и склонность к образованию тромбов резко увеличивается. Какие бы хотелось дать рекомендации пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые они должны выполнять, в общем-то, в жаркую погоду. Такая жаркая погода в Киеве, в принципе, впервые за много лет. Но, тем не менее, у нас уже не первый год, достаточно жаркое и душное лето. Поэтому в жаркую, душную погоду целесообразно все-таки не выходить на улицу с 12 до 17, тогда, когда самый разгар температуры. Если вы все-таки, вам есть необходимость выйти на улицу и есть потребность куда-то пройти, используйте, пожалуйста, защитные средства от солнца, зонтики. Это сейчас не проблема. Поэтому, используя опыт стран с жарким климатом, таких как Средняя Азия, обратите внимание, там никогда никто не выходит на улицу слишком с открытыми поверхностями тела. То есть они в свое время даже было замечено, что в теплом стеганом халате в жаркую погоду гораздо прохладнее, потому что он защищает от палящих лучей солнца, не пропуская туда повышенную температуру. Даже если нет кондиционера в комнате, при плотно закрытых окнах температура сохраняется комнатная, а не такая, которая не сравнивается с улицей. Понятно, что в вечернее и утреннее раннее время нужно проветривать помещение, для того, чтобы кислород обновлялся и воздух был не спертым. Но, тем не менее, в жаркую погоду открытыми окна при отсутствии кондиционирования, это, в общем-то, нелепо, потому что температура будет сравниваться с температурой улицы. Относительно, опять-таки, использования одежды. Одежда все-таки в жаркую погоду у пожилых людей должна быть закрыта, потому что и солнечные ожоги, и у стариков кожа более чувствительная, и у пожилых людей более чувствительная, тем более, что люди старшего возраста, повышенная инсоляция, они тоже не рекомендованы. Что касается водного баланса, часто задают вопрос, какой жидкостью лучше всего уталяется жажда. Лучше всего уталяется жажда горячим чаем или теплым чаем. Лучше зеленым чаем. Ну, во-первых, он богат микроэлементами. Во-вторых, не рекомендовано уталять жажду холодными напитками по очень простой причине. Наш организм имеет собственную температуру тела 36,6 градуса. Это нормальная температура тела. Для того, чтобы жидкость была усвоена организмом, организм прилагает массу усилий, чтобы ее согреть. А любая нагрузка такого плана, она провоцирует что? Она провоцирует выделение тепла, потому что это физическая работа, которая выполняется организмом для того, чтобы жидкость была употребима им. А повышение теплопродукции повысит температуру тела. Таким образом, мы не добьемся желаемого эффекта, не охладим организм, наоборот, его еще больше ссорим.